Вот уже почти полтора года на входе в среднюю школу номер 13 висит специальная надпись, которая оповещает входящих о том, что в учреждении образования существует пропускной режим. Это значит, что попасть на территорию учебного заведения может только лицо, имеющее специальный электронный пропуск. В первую очередь это ученики. После считывания данных карточки, родители ребенка получают сообщение о том, что он пришел в школу, либо покинул ее. Контроль за работой системы возложен на гардеробщика. До того, как установить эту систему, школа проводила с родителями общешкольное родительское собрание, где предварительно мы провели анкетирование родителям, хотят ли они, чтобы в нашей школе стояла эта система. Когда 94% наших родителей нам сказало, что да, мы хотим, мы провели советом школы решение об установке данной системы в нашей школе. Установленная система контроля – это один из элементов безопасности, уверен первый заместитель председателя горосполкома Вадим Кравчук. Сегодня школы переходят и на видеофиксацию происходящего. Камеры, как правило, устанавливаются по периметру учебного заведения, а также в нескольких точках в самом учреждении. Как показала практика, так решить порой возникающие конфликты стало проще. Кроме того, особое внимание уделяется исправности тревожной кнопки и тому, насколько ответственны за ее использование специалисты, знают инструктаж. Если вдруг, не дай бог, пожар, задымление, какая-то газовая вспышка и так далее, как срабатывают дальше турникеты? Они отключаются автоматически. Если срабатывает система пожарная, они отключаются. Автоматически отключаются, все открывается, то есть размагничено и свободный доступ выхода на улицу. В средней школе номер один – вариант современной проектировки. В ней изначально было запланировано строительство поста охраны. На монитор специалиста выведены более 20 камер видеонаблюдения. Кроме того, при возникновении чрезвычайной ситуации на специальном мониторе охранник может увидеть ее очаг и принять грамотное решение по экстренной эвакуации из опасной зоны. При этом ведется постоянная видеозапись происходящего. Шесть дней в неделю у нас работают два охранника. Именно в функции охраны входит контроль за теми, кто приходит в школу, и они ведут журналы. Поставлена задача активизировать работу и принять дополнительные меры по безопасности нахождения наших детишек в учреждениях образования. По данному вопросу мы работаем в трех направлениях. Это установка видеонаблюдения, это установка тревожных кнопок. И третий вопрос, конечно, который тоже достаточно очень актуальный, это электронная проходная. Что касается видеонаблюдения, то на территории города Бреста расположено 132 учреждения образования. В том числе 66 детских и дошкольных учреждений и 50 учреждений общего среднего образования. В учреждениях общего среднего образования уже на сегодняшний день установлено 337 видеокамер. Практически в каждом учреждении образования стоят на входных зонах. В зонах массового пребывания деток это у нас спортзалы, пищеблоки, столовые. И так назовем их в опасных зонах, это в мастерских. Практика показывает, что такого рода контролирующие меры актуальны для учреждений образования разного профиля и разной возрастной категории. В лице номер один имени Пушкина активно работает полный комплекс средств безопасности. Несмотря на то, что в учебном заведении проходят занятия для ребят старшего школьного возраста, контроль за временем прихода учащихся ситуации в столовой и спортивном зале ведется на постоянной основе. К такому варианту работы должны прийти все учебные заведения города. Мониторинг объектов будет продолжен. Периодичность обязательно будет то, что мы сегодня проводим. Это будет проводиться именно мониторинг, проверки, как владеет наше руководство наших учреждений образования, как они быстро и мобильно могут сработать в той или иной чрезвычайной ситуации. И, конечно же, будет отслеживаться ситуация в части ее усовершенствования.